Рабочий из Таджикистана, приехавший в Петербург на заработки, неожиданно получил признание в качестве поэта. Он стал почетным членом Академии русской словесности и даже получил медаль за цикл стихов. Свои рубаи бывший учитель слагает по ночам в подвалах и бытовках, а днем вместе с другими мигрантами кладет кирпичи на стройки. С поэтом познакомился Александр Чижинок. Этому нештатному автору в редакции газеты Туран всегда рады. Если пришел Хасан Холов, значит поэтическая рубрика в очередном номере издания для мигрантов обеспечена новыми стихами. Рубаи о Санкт-Петербурге, о котором я сказал. Тише одно дивное рубаи. Санкт-Петербург, история, дорога, где музыка и песни о тебе. Стою у красоты, я у порога, ты жизнь продлил моей судьбе. Недавно Хасан был избран членом корреспондентом Академии русской словесности и изящных искусств имени Державина и награжден медалью за цикл стихов. Газета для выходцев из Средней Азии посвятила этому событию целую полосу. Публикуем, чтобы другие выходцы, читав, что знали. Наши люди не только на таких трудных условиях работают, но они могут даже творить какие-то чудеса. Чудеса с тихосложения Хасан творит свободное от основной работы время. Чтобы помочь оставшимся в Таджикистане родным, бывший учитель уже шестой год трудится на питерских стройках. В богочке живем, в подвале живем. Куда попадает? Иногда на втором настройке, на третьем, на четвертом этажем живем. Здесь поэт и создает свои рубаи. Ночью на досуге кто-то телевизор смотрит, кто-то музыка слушает. А тут возможности нет. Ну, я ночью сочиняю. Любоваться красотами Петербурга чаще всего удается только со строительных лесов. Но даже такой вид подсказывает ему новые рифмы. Этот удивительный город, куда в поисках лучшей доли приехал Хасан, вдохновлял поэтов разных национальностей. И украинца Тараса Шевченко, и поляка Адама Мицкевича, и молдаванина Антиоха Кантемира. А правнук одного абиссинского князя стал даже солнцем русской поэзии. Правда, на родине и предков в Африке его до сих пор считают своим. Вот и Хасан в редкие свободные часы, гуляя по набережным Невы, вспоминает о родном Душанбе. Гастарбайтером он себя не считает. Чувства людей, вынужденных жить на чужбине, в таджисском языке точнее передают другие слова, не имеющие перевода на русский язык. Мехнат Фидо. Их я почему назову Мехнат Фидо? Потому что когда они на стройке работают или где-нибудь работают, половина их сердца на родине, кирпич положишь, думают о своей родине. И при каждой возможности стремятся к ней. Хасана Холова приглашают приехать в конце марта. В лучшем концертном зале Душанбе будет впервые исполнен гимн детей на его стихи. Ему нужно лишь оплатить билет. Так что работать теперь придется сверхурочно. Одной поэзией сыт не будешь. Александр Чижинок, Марк Тюнив, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург.